Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Михаил Георгиевич Малахов, герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества. Здравствуйте! У вас так много регалий, наверное, неспроста. Недавно вы вернулись с очередной международной конференции, которая проходила на Аляске. Расскажите, что там происходило и в какие сроки она прошла, кто там был? Вы знаете, достаточно памятное для меня мероприятие – это участие в юбилейной ежегодной конференции, которую проводит историческое общество Аляски. Есть такое объединение людей, интересующихся историей штата Аляска. Их более 400 человек, кстати. И они каждый год проводят свои заседания. Этот год, напомню всем нашим телезрителям, достаточно необычный в истории нашей страны и в истории Соединенных Штатов Америки. Это в этот год 150 лет назад была продана русская колония, которая называлась «Русская Америка». Вот 150 лет прошло. Но история до сих пор не закрыта, история продолжается. И юбилейная конференция как раз была посвящена вот этому событию и особенно тому, что люди знают о своей истории, имею в виду жителей Аляски, через ученых, кстати, в том числе и российских представителей. А я на этой конференции участвовал вместе с представителем Российской Академии наук профессором Петровым Александром Юрьевичем. Вот вдвоем мы представляли нашу страну на этом достаточно знаковом мероприятии. Мне был вручен вот этот памятный знак. Хотел бы его продемонстрировать. И пусть меня земляки рязанцы не сочтут ни скромным, но это уникальные события, потому что вот этот знак, который свидетельствует о большом вкладе в изучении истории Аляски, первый иностранец получил на этом заседании. О той награде, которую вы получили на Аляске, уже стало известно во многих СМИ. И хотелось бы уточнить именно проблематику, которая вот больше всего вас интересует, которую вы поднимаете. С каким выступлением финальным, может быть, вы выступили на Аляске? Что вас больше всего вдохновляет в этой Аляске вообще? Почему вы в ней разбираетесь? Знаете, вот здесь история. Как мы узнаем историю? Здесь многочисленные архивы, свидетельства очевидцев, а еще эмоции, собственные ощущения, которые испытывают люди, побывав в тех самых исторических местах, в которых открывали те же самые наши земляки. Но, конечно, когда мы готовим любую экспедицию, мы изучаем большой исторический пласт. Вот те самые архивы, монографии, встречи с учеными, консультации и так далее. И, конечно, вот для нас интересовалось, что же осталось. 150 лет прошло. Какую память оставили россияне на этой ныне американской территории? Что сохранилось? Что из наших обычных традиций, уклада жизненного перенято местными жителями, используется именно сейчас? Вот это то, что мы именуем наследие русской Америки, это является предметом наше изучение. Я так поняла, вы заново открываете Аляску, и хотелось бы узнать, все-таки остались ли какие-то следы жизни и пребывания наших соотечественников в 150-летней давности? Это может быть дом, церковь? Что там есть? Вы знаете, много чего действительно осталось. Я не говорю только о заимскании в языке, про это мы неоднократно рассказываем, многочисленные православные церкви. Штат Аляска – это самое большое количество православных, и это влияние первой русской православной миссии, членом которой, самым знаменитым членом этой миссии, прибывшей на Аляску в 1794 году, был наш земляк. Из Кадомска района, из Кадома, который ныне известен как преподобный Герман Аляскинский, первый православный святой вообще в Северной Америке, имя которого только недавно рязанцы стали узнавать, о котором мы сделали уже документальные фильмы в самое ближайшее время. Это тоже вы раскопали, да? Будем показывать. Вы знаете, мы на этом акцентировали внимание. Ни для кого не секрет, какая сейчас обстановка между Россией и США. И можем немножко затронуть эту тему. Влияет ли это как-то на сотрудничество исследователей, полярников, докторов наук в этой области? Или вы все дружите, и на вас не действует вот эта вот межполитическая какая-то неопределенность? Вы знаете, действует. Я бы сказал, что парадоксальным образом. Чем хуже отношения наверху, тем они теснее и теплее внизу. С одной стороны, великолепно нас встречают на Аляске. Вот это свидетельство, еще раз покажу, вот этот действительно знак. Это вот просто подтверждение того, что наши усилия по изучению истории, совместной истории штата Аляска, российско-американской истории, они находят реальное признание. А то, что к нам потом приезжали 16 паломников с Аляски, которые, проведя две недели в Москве, в Рязани, в основном в Кадами, находясь в тесном контакте с жителями Рязани, размещаясь не в гостиницах, а по домам вместе с рядовыми жителями того же самого Кадама или в монастыре, территории Рыбинского района. Вы знаете, вот это вот реально народная дипломатия. Итак, вы уже сделали не один фильм и не один ролик о ваших экспедициях на Аляске. А вот хотелось бы увидеть, может быть, как ваши коллеги из других стран, из других городов приезжают сюда к нам. Я знаю, что вы принесли нам сегодня этот ролик. Давайте о нем немножко поговорим. Ну, вы знаете, под влиянием этих экспедиций, когда мы поняли, а что же, что говорят, вот ладно, мы пошли и получили удовольствие. А для других что? Мы поняли, что наша задача – визуализировать образ Русской Америки. И никто не видел. Продали в 1867 году, когда ни фото, ни видео, естественно, не было. Мы создали при нашем отделении Русского географического общества студию студии «Нокофилм». Кстати, очень интересная река во внутренних районах Аляски. Мы сделали уже целый сериал документального кино о наших экспедициях о наследии России на Аляске и также других географических зонах. И, конечно, мы стараемся снимать. И, естественно, во время уникального визита 16 американских половников, которые были участниками комплексной мероприятий, в том числе международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию перехода Аляски под юрисдикцию США, мы снимали. Хотели бы сегодня телеканалу «Город» это показать и всем рязанцам. С удовольствием посмотрим. Очень символично, что все мероприятие началось с возложения цветов бюстом рязанских путешественников на аллеи путешественников в Верхнем городском саду. Очень символично видеть, когда американский священник кладет цветы к бюсту Василия Михайловича Головнина. Кстати, три географических объекта, названные именем Головнина, на современной карте Аляски. Вот это вот жители Аляски, они поклоняются нашим землякам, которые изучали их территорию. А сама конференция научно-практически проходила в Рязанском государственном университете, где совместно с Рязанскими отделениями русских географических общества мы открыли Центр Русской Америки, уникальное, конечно, структурное подразделение, которое вот концентрируется не просто на изучении неизвестных еще исторических фактов в истории Русской Америки, но и занимается практическим мероприятием вместе с Рязанским музеем путешественников, о том, чтобы рассказывать знаменательные моменты нашей истории россиянам. Вот люди, которые здесь представлены, это высокопоставленные ученые, священники, главные специалисты по теме Русской Америки. Приятно было видеть, как аляскинские паломники подарили нашему музею путешественников вот эти экспонаты. Ну и, конечно, было приятно участие молодежи, как вот здесь мы видим, жителей с Аляски, Владимир или вот наш большой приятель Тим Тролл выступает, а затем посещение Рязанского музея путешественников, то, что вот мы сейчас наблюдаем. Для них, конечно, это было удивительно, видеть собственную историю в Рязани. Ну, а видеть огромный бюст Василия Михайловича Головнина, ну, представляете, большое сооружение, колоссальное сооружение. Вот ни одного бюста такого на территории штата Аляска, а я посмотрел уже, я говорю вам, 15 тысяч километров территории Аляска, нигде не видел подобного рода сооружения. Конечно, это людей поразило, вот, американцев, что все-таки рязанцы чтят память своих выдающих им земляков. И для многих алясканцев было абсолютно, конечно, новость посетить, разложить цветы к вечному огню. Это не тема Русской Америки, это тема истории. Мы были, напомню, все-таки соратниками во время Второй мировой войны. Да, повторюсь, никогда вообще еще Россия и Америка реально между собой не воевали. Воевали. Посечение имения Зархозкина в Пронском районе тоже было знаковым. Почему? До сих пор там есть сад, яблоки, которые сажал, яблони сажал сам Лаврентий Алексеевич. И попробовать плоды труда этого исследователя, но нам было просто интересно американцев угостить. В этом году знаменательные события. В школе в Тырново, где было имение Зархозкина, присвоено имя Лаврентия Алексеевича. Замечательный, конечно, пример, и для американцев это был пример того, чтобы действительно память о первопроходцах, ну, как-то начать внедрять и на свои собственные территории. Поэтому, конечно, вот нам приятно было в этой Тырновской школе получить конверт послания от учеников жителям деревни Russian Mission, что на Юконе, с предложением о сотрудничестве и совместных программах. Ну, и ключевые, серьезные мероприятия на третий день нашей научно-практической конференции, они состоялись в Кадаме. В Кадаме, в месте, где родился первый православный святой Северной Америки Герман Аляскинский. И вот совместно и рязанские священники. Американские священники осуществляют молитву в местном храме. Все это, знаете, это было символично. Я, кстати, в этот момент выступал перед школьниками нескольких районов этого угла Рязанской области с рассказом об истории Русской Америки и что их земельки также внесли серьезный склад в изучение этого ныне американского штата Аляска. Для нас было большим событием, конечно, открытие поклонного креста рядом с церковью, которую посещал преподобный Герман Аляскинский. Кстати, крест был подарен. Он подарен людьми из Подмосковья, священником Кирилл, который узнал о наших инициативах, вышел на меня и предложил свои услуги по установке этого креста. Понял? И вот это лишний просто пример человеческой инициативы, интереса истории, важности истории для нас ныне живущих. И, конечно, вот на большом собрании в современной школе Кадама зал заполнен людьми состоялось непросто. Мы слышали какие-то хорошие, красивые речи. Вот два мальчика американские Аляс и Кадамские, которые два Владимира стали друзьями, а потом концерт, где один номер художественной самодеятельности от Кадамчан, второй от Аляскинцев, вы знаете, это был ответ на ваш вопрос. А как, что? Да вот, посмотрите, как прекрасно себя люди чувствуют совместно на сцене. И, конечно, вот, ну просто два священника, священник и матушка изображают национальный танец. Я видел этих священников во время своего выступления в Деленгеве на Аляске. И вот они теперь под впечатлением приехали демонстрировать свое искусство здесь на Кадамской сцене. Ну, а вот апофеозом, конечно, вот этого такого своеобразного концерта явился вот этот танец, знаменитый танец Чайки под руководством Спиридона, вот этого человека с Алясками, который командовал, в том числе и вел пардию. Да, и вот он, да, вот наши девчонки из Кадама, вот эта женщина-доцент, участник конференции, взяла гармонь в руки и сама играла. Ну, вот школьник и Кадамский... А они репетировали этот танец вообще? Да нет, конечно, то, что мы видим, это сплошная импровизация. Вот наши девчонки из Кадамской школы вместе с этим, с американским мальчиком Владимиром, ну, понимаете, это вот было полнейшее духовное, я бы сказал, единение. Люди просто были счастливы быть вместе. А то, что вот год назад не был на этом месте, где источник, которому прикасался сам Герман Аляскинский, он, кстати, много времени вместе с Сарой провел с Серафимом Саровским, ну, вот сейчас жители Ермиша открыли вот этот храм. Его не было год назад. Вот сейчас он появился. И стал уже местом поклонения многих посетителей этого района храм, который ими носит преподобного Назария и Серафима Саровского, а это наставники Ермана Аляскинского. Понимаете, вот как история все завязывает. И вот когда сюда приехали американцы, они, конечно, до слез просто были поражены о том, как вот в Рязани удается хранить память о своих знаменитых земляках. И я, когда был вот на Аляске во время этой памятной конференции, конечно, в том числе и показывал вот эти вещи. Как пример того, что, понимаете, вот историю ни в коем случае нельзя забывать. Нация, которая не опирается на свои исторические корни, перспектив не имеет. А вот, к сожалению, тенденции такие негативные мы, в том числе и в Соединенных Штатах, наблюдаем. Ну, вы знаете, так сказали, памятник убирать. Период, через который, в том числе и мы, россияне, проходим, не все еще пережили. Понимаете, вот. И в этом плане, я думаю, что наша совместная работа, ну, как бы совместному познанию уроков истории внедрения в современную жизнь, она вот только начинает обороты. Я очень доволен, как это все у нас развивается. Я думаю, вот эти конференции здесь, в Рязани, участие на Аляске в аналогической конференции, в будущей совместной экспедиции, это как раз не поход в прошлое, это поход в будущее. Да, я так понимаю, вы не только историю изучаете, вы протаптываете дорогу от России к США, от США к России даже, получается, вот так вот. Пусть она невидимая, но зато награды очень даже очевидные уже. Пань, ну, моя задача – пробивать лыжню, чтобы по этой лыжне шли другие. Я вот вижу, что, я уже оборачиваюсь на нас, вижу, что по этой лыжне идут другие, эти 16 паломников, более 40 участников экспедиции, наших экспедиций на Аляску. Вы знаете, это приятно, и это действительно хорошая перспектива. Я желаю вам дальнейших успехов, дальнейших наград, чтобы вы также прославляли нашу Рязань и добивались больших успехов там, где ваша нога только не ступит. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова